Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Десять месяцев назад развивалась с мужем, есть сын девяти лет. Расставались тяжело, ушла на два месяца в депрессию, ничего не могла делать, сейчас остановилась, воспитываю сына, работаю, больше ухожу в работу, чтобы ни о чем не думать. Главой понимаю, что с бывшим мужем никогда не сойдусь и почти его не вспоминаю. Живу своей жизнью, но перестала получать удовольствие. Раньше я приезжала на море или на дачу, участвовала в гонках, плавала с аквалангой и так далее, была довольна. А сейчас ничего не приносит удовольствия, только расстраивает и хочется плакать. Я не понимаю, что со мной, и долго это продлится. Может мне нужен психолог? Спрашивает Анастасия. Ну, первое, пожалуй, на что как-то в целом хочется обратить ваше внимание, это на то, что да, действительно вам нужен психолог, потому что налицо вот некоторые, некоторые трудности, налицо некоторые проблемы, с которыми вы, вероятно, самостоятельно справиться не можете. Вот. Вы не понимаете по факту, что с вами происходит. вот, у вас есть противоречия, вот, и, 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 вы в себе путаетесь. В таких ситуациях действительно нужен психолог. Человек со стороны, который поможет вам в себе разобраться, вот. обладая специальными навыками и знаниями для этого. Вы пишите, что вы развелись с мужем на 10 месяцев назад. Ну, вам уже сказали, в принципе, что раз вот это справно и наверное повторять то же самое я не буду. Вот. Эм. Просто хочется сказать, что вы это тяжело переживали. мне кажется, что вам нужно в первую очередь обратить внимание на этот аспект. аспект того, чем для вас это было так тяжело, чем для вас это было так тяжело, чем для вас так, почему вы так тяжело развод развод свой со своим мужем переживали. То есть, что в этом для вас было такого раннего раньше. вы говорите о том, что вы развелись с мужем с мужем, то есть здесь как будто бы вы, получается, берете ответственность на себя за развод за Это хорошо. Это говорит о том, что вы сами хотели развода, сами пришли к тому, что вам пора разводиться. Но почему-то вам тяжело было Значит, скорее всего, ваши отношения были в какой-то степени невротические. Вот. Значит, наша задача увидеть что невротического у вас в отношениях было. Что было такого, что на вас так скажем деструктивно действовало. Вот. И достаточно сильно, судя по вашему описанию, да, вот судя по вашим словам, достаточно сильно на вас это влияло. Вот. Поэтому я бы здесь обратил внимание на данный аспект. Ибо аспект, ну, на самом деле как мне кажется важным. Вот. Ну, дальше вы говорите о том, что ушли в депрессию. И хотелось бы узнать, вот, как именно вы поняли, что ушли в депрессию. Как именно вы поняли, что это депрессия? вы говорите, что вы восстановились, вроде как, но каким образом это произошло? то есть то есть ну как 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 вы восстановили конкретно что что вы делали что вы делали для того, чтобы восстановиться. Вот. был был ли у вас диагноз типа депрессия там еще если диагноза нет то соответственно говорить о том, что у вас депрессия не для вот да вам вполне может быть тяжело вам вполне может быть трудно вот но тем не менее депрессия у вас не обязательно ну не обязательно депрессия не обязательно у вас может быть вот понимаете, да? вот да я на что хотел бы обратить ваше внимание ну я хотел бы обратить ваше внимание на вот понимаете, да? да дальше 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 вы говорите о том что ушли в голову обработку чтобы не думать о чем не думать вот о чем вы не хотите думать или вам больно думать да? а че что вас сейчас привозят вот то есть понимаете вы противоречите противоречите в данном случае о себе себе да? вот в том что говорите что о мыши не вспоминаете вот понимаете голову голову что как бы ну в не пройдет но при этом почему то они вот вспоминают так как это важно важный момент на мой взгляд очень важный момент как мне кажется и соответственно вам ну желательно крайне крайне желательно собирая забраться там что инфлевер ну сделайте то вам будет достаточно тяжело вот достаточно трудно вам будет Вот, то есть как бы, ну, в данном случае вот что-то произошло сейчас, или что-то происходит с вами, что вы вот как-то, а, продолжайте об этом думать, сейчас, по крайней мере, вот, и, возможно, понять, то есть вас это, ну, на самом деле, может тревожить вас, это на самом деле может, ну, беспокоить, вот, это правда. Вопрос, только, это крыша от того, что именно? Вас привозят, что именно вас беспокоит, вот. Далее вы говорите о том, что с прицелем получать удовольствие удовольствием, вот, и, на мой взгляд, связано с тем, в первую очередь, что раньше вы жили, скажем так, ну, для своего, вероятно, мужчин, мужа, вот, и жили вы, ну, скорее всего, вот, его жизнь, как я думаю, именно его жизни вы жили, а сейчас вам потребовалось, как бы, жить уже, ну, для себя, вот, а вы, соответственно, ну, не привыкли, это вот, это делать, вот, вы не привыкли, жить для себя, вот, и все ответственно, а вам, не привыкли, а тебе сложно, чего бы то ни было, а получить, получать удовольствие, вот, я полагаю, так, вот, так, на этого можно ответить, с точки зрения, вот, как раз психологии, с точки зрения психотерапии, вот, понимаете, да? И, соответственно, да, возможно, вам имеет смысл, начать искать для себя вот новые увлечения, новые, какие-то интересные, вот, для этого нужно с точки зрения, чтобы освободиться от, вероятно, тех травм, которые у вас есть в одной стране, и в другой стране, вот, проработать те конфликты, которые у вас, в принципе, вполне иногда остаться, вот, после мужа, после взаимодействия с мужем, сейчас на вас это давит, сейчас вам это вполне себе так вмешает, вот, но это вполне себе решаемо, вполне, вот, главное, чтобы, ну, чтобы вы хотели этим заниматься, вот. И еще один вопрос, который хочется вам задать. Вы не уверены в том, что вам нужен психолог, вот. То есть вы сомневаетесь, да? Что он вам нужен получать. Следующее. Вы пишите, расстраиваюсь и хочется плакать. По ощущениям, как будто бы, вот, то, о чем вы говорите, это обидно. Как будто бы вы говорите про достаточно, ну, сильную обиду, как будто бы. Вот. То есть я не знаю, конечно, может быть, или нет, может быть. И такое ощущение, что вот много чего не выраженного на мужа. Вот, это тоже вам желательно помочь прожить. Потому что вас это отправляют. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.